приветик всем снимаю видео о заказе из интернет магазина озон я давно собиралась уже такое снять такое видео о том что я заказываю в озоне что выбирают для себя но сколько раз как-то я не пыталась все это сделать после получения заказа мне ничего не получалось почему потому что я заказываю не только для себя но для своих родных и близких и заказываются очень нужные вещи какие-то или подарки все это у меня сразу забирают и никто не будет ждать пока я там сниму ролик и поэтому у меня никогда не бывает полного заказа я люблю озон не потому что там что-то можно взять дешевле в принципе по большему счету там цены такие же как и в обычных магазинах когда конечно бывают какие-то скидки тогда на отдельной группы товаров или даже на отдельное наименование скажем так то что-то выгодить можно но в основном я покупаю потому что большое разнообразие в этом магазине и можно взять товары из абсолютно разных категорий можно бросить в эту виртуальную корзину грубо говоря там мешок с стиральным порошком уж остыняй весом 9 килограмм которые на себе просто лень тащить из магазина можно бросить туда в эту корзину колготки миксер книжку какой-то фильм я не знаю сумку и еще там не знаю чего на все вкусы в общем кому что надо за это и люблю поэтому я сегодня вам покажу типовой заказ основу основу которого конечно будет составлять мой недавний последний заказ из озон ну и остальные просто вещи до кучи чтобы было понятно что я вообще заказываю наиболее часто потому что когда что-то нужно домой купить тот все остальное отойдет уже собственно говоря вдогонку потому что как правило я предпочитаю составлять свои заказы чтобы они были без с бесплатной доставкой бесплатная доставка в озоне от 3000 рублей для меня это сумма немножко меньше там в общем это из-за баллов бонуса итак перейдем к заказу что беру наверное как и большинство для меня озон это в первую очередь книги сиди и дивиди с этого озона начинал и это наверное остается до сих пор как сказать основной такой основным направлением что ли продаж на каждый раз у меня это странное издание из в общем то что вот из последнего было из последнего заказа такая странная книга мужские удовольствия лучше подарок для настоящих мужчин а вообще думала что она большего размера иногда забываю посмотреть нашла с какой-то скидкой в общем ничего такого так сказать пускай вас напугает эта обложка на самом деле эта книга с примитивными рецептами что касается напитков и кулинарии вот в общем короче говоря что выпить и чем закусить поэтому типовые коктейли например там исаев крестный отец б-52 простите кофе с ромом ну и такая же примитивная закуска креветки на шпажках картофельные картинки такое все с картинкой все это простое трехминутное салат с солеными огурцами ну какое-то такое все было 100 на самом деле я думаю что что-то будет поинтереснее себя представлять эта книга думаю что она полноценная кулинарная поэтому ее приобрела отзыв по-моему не было для кебаб тут ну и плюс тут всякие картинки какие-то цитаты известных людей там всякие там шутливые темы там не то что не так вернее сказала скорее просто такое вот немного смешно что ли если так можно сказать вот даже не знаю как сказать ну вот например когда водка кончается закуска становится просто едой ну что-то типа этого вот не знаю как юмор не юмор на самом деле пустая трата денег вот я признаю что она пустая трата поэтому книжку я кому-нибудь презентую озон люблю за то что я целыми пачками покупаю вот эти вот бульварные романы детективного жанра в данном случае это простите татьяна степанова яд шоколад беру все время только вот этот вот формат карманный подешевле потому что все равно это у нас это чтиво является в доме таким я его называю двухфазным потому что я читаю книжку а потом она отправляется к маме уж потом в помойное ведро вот поэтому на два раза этой книжки хватает потом конечно это все разлетается на листы и соответственно ликвидируется и выбрасывается но взять было больше в этот раз нечего больше почему-то не выбрал надо уж каких-то других авторов искать тоже все как-то поднадоело конечно в каждом заказе ну почти в каждом заказе у меня обязательно хоть какой-нибудь хоть один дивиди но будет я знаю что все нормальные люди скачивают фильмы и смотрят по интернету я тоже так делаю но тем не менее все равно бывает что и достаточно часто что есть вещи которые я заказываю вот не знаю чем это объяснить я заказываю мама у меня заказывает в данном случае это сериал тульский токарев я как и не знаю принадлежу категории для которой вообще снимаются вот эти всякие детективные сериалы я очень люблю я люблю по это дело вышивать не напрягает думать не надо так вот сидишь что-то там смотришь и не мешает работать нет не отвлекает от работы но вот в этот раз купила вот этот вот сериал следующий это книжка вот такая вот автор джастин эллиот по требованию или люкс для новобрачных здесь пометка 18 плюс по моему это эротический роман я уже честно не помню мне как-то знаете в корзине отложенных товаров как правило висит там порядка двухсот пятидесяти номинований ну там сколько максимум азовно разрешает держать в корзине в общем какие-то книжки бросаются про которые что-то слышал или чем-то понравилось между каких-то акций вот во всемисти скидка была на эту книгу на и взяла смотрим что такое будет я читаю книги всех жанров самых разных поэтому может быть и ничего вот такая книга автор моно даль борджа история одного клана это я посмотрела сериал и естественно у меня возникло желание не знаю насколько эта книга имеет достоверную историческую информацию содержит в себе поглядим после прочтения но мне просто было хотелось как-то продлить удовольствие от просмотра этого сериала и поэтому в общем решила купить вот такое вот издание их на самом деле много ну вот выбор пал на эту книгу девчонки напишите я вот снимаю книжные видео если интересно будет про кино напишите я тогда подготовлю под подборочку по фильму конечно я покупаю в зоне набора для вышивания я предпочитаю марку риолис такой вот цветочная улица по моему называется у меня упаковки я просто не скрываю потому что не знаю когда еще возьмусь за эту работу меня четыре набора что ли лежат еще готовых я не начинал люблю его лес почему потому что предпочитаю вышивать шерстью хотя у меня есть работа которые сделаны мулине но все равно шерсть остается все-таки любимым материалом выглядит очень естественно кстати работы которые свои оформляю никогда не прячу под стекло потому что стекло она прижимает нитку и становятся видны различные огрехи в работе то есть работа перестает она становится как бы более плоской и несмотря на то что багетной мастерской меня постоянно уговаривают делать вот это вот антибликовое стекло горит но это же пыль садится и все такое горе нет я уже буду пылесосить но картина будет живой извините получилось такое отвлечение в озоне я заказываю очень часто колготки неоднократно брала филипп маттингтон это 20 дэн по 15 дэн они идут в оттенке коньяк очень нравится мне эти колготки непередаваемо в данном в данном исполнении этот такой бежевый он куда-то уходит в серый не в желтый как обычно бывает с этим коньяком с оттенком коньяка и не в розовый как у дайна а уходит в серый очень красивый оттенок вообще очень хорошая марка достойная просто очень я люблю покупать музыкальные диски я знаю что все скачивают и я скачиваю тоже на диске все равно покупаю это странный для меня выбор это лубега альбом free и gain я вообще его купила только из одной песни которая называется sweet like cola мне очень нравится эта песня я готова слушать ее просто бесконечно мне кажется это песню которую надо слушать когда отдыхаешь где-нибудь далеко-далеко на берегу океана мальдилы сейшелы канары там кого что так извините отвлеклась в общем купила из-за одной песни очень довольна что купила достаточно уже мало где можно увидеть этого исполнителя магазинах вот озон выручает там иногда можно эти такие древности сейчас по мужа кстати нет в продаже и еще одна музыкальная вещь это это джейн биркин альбом арабески имя джейн биркин известно наверное любой девушки для кого-то биркин эта сумка для кого-то джейн биркин это модель кого-то актриса для меня в первую очередь певица мне она именно нравится больше всего в этом качестве хотя как актрисы и и очень уважаю а к сумке вообще равнодушно не понимаю почему такой ажиотаж к этой сумке даром не нужно абсолютно серьезно говорю у нее очень приятный такой мурлыкающий голос первый раз когда слушаешь и такое впечатление что просто поет человеку которого голоса нет скажем так мне кажется вот литвинова которая записывает периодически какие-то песенки различным фильмам она вот не дает ей покоя слова джейн биркин джейн биркин конечно поет намного лучше и поскольку это не первый альбом и я знаю что у нее гастроли по моем последний раз она у нас была в россии по моему 2011 году и не и и приятно и считаю что исполнение заслуживает внимание мне например очень нравится я конечно скачивал ее песни из интернета но захотелось чтобы у меня дома был хотя бы один альбом от джейн биркин цена была хорошая и я приобрела еще вот такая вот да вот такая книга которая очень давно хотела это камерон диас книга о теле у меня бывают такие покупки бесполезных книжек которые вроде как бы похудение не похудение в общем которые звезды выпускают для того чтобы заработать еще большее количество денег ну если так уж прямо сказать вот но и все считают что это бесполезно и лишь сказать что-то в электронном виде я но я вот предпочитаю почему-то покупать как правило один раз прочитаю и либо кому-то даю либо выбрасываю но не могу удержаться от очередной следующей покупки хотя каждый раз себе даю слово что больше подобных глупостей делать не буду в общем здесь обо всем о полезных и вредных привычках о том как надо заниматься спортом о том что можно есть что нельзя преимущество различных типов физических упражнений там в общем о том как важно соблюдать дыхание и так далее и так далее и так далее в общем отчасти это очень много общего то что можно почерпнуть других книгах но мне захотелось вот давно его именно это издание ждала когда быть на русском языке потому что долго книга висела например в озоне на английском ну почему она мне собственно говоря английского я не знаю очень стыдно но не знаю как в общем-то и вообще никакого языка честно говоря только так вот со словарем в общем посмотрим что это такое когда она вышла кстати цена была очень большая в озоне была скидка почти 50 процентов я за нее заплатила 730 рублей по-моему так ну ладно в общем на эти деньги согласна потратиться бывают у меня сопутствующие товары такие товары в догонку ну одним из таких может существует качестве примера могу привести это продукцию дюрок с данном случае это у меня дюрок сплей пинаколада это по-моему лубрикант хорошая вещь конечно косметика косметика но как правило какие-то выгодные предложения бывают они там скидывают какие-то наборы вот например такой набор из двух продуктов это гель на душа сладкий миндаль и крем для рук не помню как он вызывается тоже карите сладкий миндаль и масло органово дерево так на те наборы есть других версиях они стоят 220 рублей по моему этот набор шел 168 что ли но как большая небольшая скидка не знаю но я почему-то повелась на эту скидку потому что мне очень хотелось давно хотелось попробовать именно вот этот крем для рук я с дельным для душа я знакома я равнодушна к этому аромату от лепетит марселье но крем для рук мне хотелось попробовать потому что отзывы на него очень хорошие я слышала неоднократно поэтому конечно такой скидкой я воспользовалась и приобрела этот наборчик еще я купила наконец-то я купил как и давно хотела это блокнот эта серия выпущена так сказать посвященная сериалу игра престолов выпустили уже все есть кулинарная книга игра престолов например песни пламени льда по моему называется и всякие игры и вот выпустили вот эти вот блокноты такие вот с псевдо-кожаной обложкой из вот этой вот как же назвать это ерунда то с этой резиночкой здесь на первом развороте вот это вот этот трон такой вот как он обзывался то я уже трон семи королевств здесь карта семи королевств вот это кстати меня порадовало потому что я никогда не могу вот они я вообще в правах плохо ориентируюсь пространство такой да на слух и хотелось бы как-то карту посмотреть вот поэтому повнимательнее проглядеться на обложках написан девиз да или один из девизов но вот здесь вот написано что тут немножко ничего нет здесь написано услышь мой рев у меня это ланнистеры герб лев вот дома ланнистеров почему я выбрала это на самом деле я выбрал бы таргаринов хотел взять но исполнение не одинаково красивая для всех вот этих вот ой как же их обозвать их влиятельных родов семи королевств и ланнистеры самый красивый блокнот вот такой более-менее нормальный цвет и лев вот этот вот таргаринов вообще вот какой-то тяжелый дешевый кожа заменитель а вот здесь какой-то круглый такой как этот герб там какая-то чешуя это понимает должны быть драконом там просто вот как будто кусок я не знаю дешевого дермантином очень страшно выглядит и черного цвета и не люблю я черный цвет в общем остановила выбор вот на этом блокноте ланнистеры очень он внутри обычные просто линовная бумага вот такая вот для записи вообще ничего нету кроме закладки вот закладку я по-моему здесь видела да она есть вот этот вот шнурок он есть но и вся радость блокнот стоил по моему тоже что-то дорого что-то тысячу в общем тощий по моему тысячу триста 1299 но тоже была хорошая скидка тоже по моему 730 рублей я конечно взяла так долго ждала когда будет скидка очень рада еще один блокнот в моей коллекции сколько у меня этих блокнот но все равно еще покупаю и еще хотела показать купила я блеска для гоп от новой для меня марки color revolution в оттенке беллини не знаю уж я думала что это марка это марку пускать минеральную косметику у них эти пик тени такие и пудра набора там что можно мешать и получать допустим нужный оттенок пудры не знаю бров косметика это считается или это косметика органическое понятия не имею на блеск для губ была очень хорошая скидка он стоил 200 с чем-то рублей очень интересно было попробовать боялась что будет оттенок не совсем уж не подходящий но я пока так вот не пробула только на руку мазнула после получения заказа он знаете он как будто взяли розовый пигмент сливовый пигмент замешали все на это на тепло бежевой базе ну вот как-то так в целом впечатление производится почему-то вот смотришь на него он вроде бы теплый но вот отлив идет у него холодный но уже подробности как говорится письмом в том плане что распробую и расскажу в каком-нибудь видео какие будут все-таки впечатления от этого блеска я совершил повторную покупку это был что называется на добор для бесплатной доставки но тоже была скидка это масло от гарни драгоценное масло красоты органа макадамия миндаль роза я не собиралась она у меня была в списке так сказать плановых покупок не не собиралась покупать пока не закончится у меня есть масло от лепетит марселье но в силу того что масло лепетит марселье несмотря на все мои колоссальные усилия отправилась в мешок с пустыми баночками об этом а почему будет разговор в видео о пустых баночках вы у меня получилось так что масло нету этого сухого почему потому что есть у меня еще от кодолин но оно не работает как сухое масло оно жирное но масло в полном смысле слова поэтому наносить его вот так вот что называется с легкостью нанес и пошел не получится поэтому повторила покупку масла красоты от гарни намного раньше чем планировала очень довольна по моему двести двадцать рублей стоило масло при том что сейчас цены поднялись когда-то это была нормальная цена для этого масла в ашане по моему стоило сто восемьдесят девять если я не ошибаюсь но вот сейчас уже кажется и двести двадцать нормальной ценой и последнее что было приобретено я купила не знаю в запас не запас и пока еще есть в наличии можно купить это лак от эсси в оттенке двести сорок девять квартал гинза я очень люблю этот лакать на любимому лаку эсси в принципе зовут этот лак на на дам вообще все лакейси какие у меня есть за вот этот вот оттенок лучше него нет и краше него нет ногтях от него на другой лак но в общем классный он лакал самый любимый самый сиреневый самый беспроблемный ничего ему не надо база есть хорошо нет и так будет замечательно не разводов не полосит идеально ложится идеально сохнет как сказать два дня с ним проходить можно спокойно мне больше не надо потому что я вообще больше одного дня лак не ношу я всегда снимаю даже если наношу тот же самый оттенок я все равно предпочитаю сделать более свежий маникюр поэтому я купила его в запас тем более что и скидка на него была и довольна в общем-то там 300 с копейкой за этот оттенок я очень рада что мне удалось его взять в магазинах его уже не найти это лимитированный выпуск был прошлого лета поэтому покупка осталась довольна вот как-то так представляет собой перечень товаров из типового заказа из интернет магазина озон вот именно эти категории всегда попадают то есть dvd сиди книги какие-то блокноты безусловно косметика колготки наборы для вышивания как-то вот все так ну и остальное то что нужно моим родным и близким надеюсь видео было интересным полезным приятным всем большое спасибо